всем привет давно хотел попробовать паладина на непрофильной неписи здесь у нас ангелы столкновения миров давайте пробовать пока летим покажу фит у нас тут полностью т2 фитка по стабильной с выключенным мвд облицовать ее не буду сейчас попробую запилить всю непись посмотрим как это все будет работать и на дистанции и в козе здесь у нас как раз получится вся непись на дистанции вот в следующем кармане почти все будут в козине ну вы знаете по ощущениям все гораздо лучше чем я предполагал то есть проблем каких-то нет от слова совсем так это у нас кто а это обычные тоже обычно и сейчас посмотрим как элитки пилятся вот у нас и ли . 1 ну не так что прям улетают но вполне себе вот хотя резисты у нас тут получаются по ему термалу самые высокие здесь даже 73 по ема 63 по термалу ну да А потом, если миссия попадется, еще попробую на Гуристас его. Там тоже вот дальность паладина будет как раз таки очень актуальна, потому что непись резается бывает очень далеко, за 100 километров. И у пулеметного варгура уже возникают проблемы с дальностью. Посмотрим, как это все будет на паладине пилиться. Ну да, естественно, это медленнее, чем на том же самом големе будет или варгуре. В данном случае, но вообще все вполне реально. То есть, если у вас есть паладин и вы агент раните в хайсеках, вы можете летать на любую непись. Проходим в следующий карман. Во втором и в финальном кармане у нас непись будет уже близко. Как раз попробуем кормфлаги. ДПСа должно быть чуть-чуть побольше. И мне еще интересно, как он будет попадать по вот этим вот фрегатам. Здесь, наверное, уже включим репку. Так, и залочим фрегаты. Пастил надо включить. Так, ну что ж, давайте пробовать по фрегатам отрабатывать. Дронов я пока не выпускаю, потому что здесь на них переигра идет сильная. Ой-ой-ой, это что за фризы такие? Вообще жесть какая. Что новый графоний не вытягивает. Так, ну вот, все, на двадцатке мы перестали попадать по ним. Но, в принципе, ладно. Так, давайте вот этих вот заберем. Выпустим не профильных дронов, а не профильную непись. Главное, чтобы их сейчас не сожрали. Пошла переигра на дронов. Так, вот давайте пробовать. Вот элитные грузачки как раз к нам летят. Можно пока допилить вот этого. Ну, на конфлагах все гораздо веселее. Ну, медленно-медленно допилится, но пилится. Главное, что пилится, это Т2-обвес. То есть это Full-Т2. Причем без имплантов. Если вы сюда поставите Асклепиан сет, то будет вообще танчить все что угодно. Хотя и даже без сета вот хватает вполне. Так, опять у нас едят дронов. Регруппнем их. Давайте переагривайтесь уже. Линзы кончились. Так, а что у нас по резистам получается, по эксплозиву? А, ну, у нас очень хорошие резисты. Именно на эту непись у нас 67 на 82. Ну, если вы еще будете менять дронов на профильных, вот, будет все гораздо быстрее. Но даже непрофильные Т1-дроны, вот эти вот элитные фрегатики, потихонечку кушают. Так, опять у нас переагра на дронов. Пошла, соберем их. И снова запустим. Это была самая первая миска, где дроны, где непись начала переагриваться на дронов. Вот, все тогда бадхертили из-за этого сильно. Ну, а потом мы это сделали повсеместно. И теперь практически везде мы сталкиваемся с тем, что непись агрится на дронов. Раньше такого не было. Так, вот тут на нас кинули поинт, но это нам уже не страшно. Потихонечку будем топиться в разгонные врата. И пока как раз у нас дроны запилят два оставшихся фрегата. На самом деле, вот этот фит очень удобный. Он мне понравился. В плане того, что здесь стоит МВД. И когда МВД выключено, у нас фит капостабильный. Это очень круто. Причем Т2. Т2, еще раз напоминаю, у нас Full Т2. Ну, ну, вы понимаете, да? То есть это, это именно критично для того, чтобы ЦПУ все влезало. А Republic Fleet. Батарейки, они дешевые достаточно. Так у нас вот здесь ничего дорогого не стоит. Так, что у меня тут? Капа. Капа жрет, толку нет. И дронов. Идиотак дронов пипаем, выпускаем. В общем, на самом деле, я думал, что будет хуже. Но все-таки ДПС свое дело делает. А если бы вы пилили на каком-нибудь фраг БШ лазерном, да? А вот эту непись, это было бы все гораздо-гораздо печальнее. А здесь прямо-таки, ну да, чуть-чуть туговато, но все идет. А здесь у нас вообще все в клозе. Капа. Пикапа. Продолжение следует... Продолжение следует... С новым графонием, конечно, паладин стал еще красивее. Эти все золотые блики, прям таки шикарно. Продолжение следует... Так, опять у нас Переагра по дронам пошла. Вот эту штуку, кстати, мне юзать не очень нравится, но реально что-то полезное сюда воткнуть, даже не знаю, что еще. Очень уверенно попадаем мы по эсминсам. Так, опять едят наших дронов. Продолжение следует... Даже несмотря на то, что часть орудий промахивается, все равно ДПС охватает, чтобы уверенно продавливать ПШ. Он их даже без бастиона пилит. Давайте потихоньку подтапливать к нашему миссионному врэку, из которого мы должны забрать команду. Так, все. Миссия у нас выполнена. Непись запилена. Паладином я доволен. Он оказался даже лучше, чем я ожидал на непрофильной Неписи. Еще обязательно попробую его на Гуриках, потому что у них тоже высокие резисты к Ему и Термалу. Вот, тоже сделаю отдельный видос. Вот так все. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.